Итак, говорить мы с вами будем главным образом про историю. Я прошу прощения, я, наверное, здесь не сприводлив. Мне кажется, что история для жизни нормального человека гораздо важнее знать историю, чем знать физику. Потому что те, кто не знают историю, подобны людям, которые не помнят событий собственной жизни и не знают, какие из них извлекать уроки. Я вчера начал про это говорить, у меня была презентация на телеканале «Дождь». И повторю это еще раз, потому что это моя давняя мечта и идея фикс. Я бы предоставлял избирательное право не тем, кто достиг 18 лет, а тем, кто сдал тест и экзамен на право называться гражданином. И было бы там два теста. Один на знание собственной конституции, а второй на знание собственной истории. А если ты не хочешь это сдавать, то сиди дома, пей пиво, смотри телесериалы и не голосуй. А уж во всяком случае, я заставил бы каждого человека, претендующего на должность депутата или на высокого государственного пост, сдавать экзамен по истории, как это было заведено в Древнем Китае. Там просто нельзя было стать чиновником никакого ранга, если ты не знаешь своей истории. Значит, проект, который называется «У меня история российского государства» и понятным образом до некоторой степени передразнивает название труда Карамзина. Я прошу прощения у тех, кто про это уже знает, но я все-таки должен это рассказать. Это довольно сложная система капканов и приманок. Для того, чтобы заманить людей, которые не хотят знать историю, капкан захлопнется, и они оттуда уже никогда не выберутся. Во-первых, это некоторое количество написанных мною томов, пересказывающих русскую историю, просто вот подряд, довольно простодушным образом, с большим количеством картинок. Во-вторых, это исторические повести и романы. К каждому тому прилагается том билетристики, где я даю волю фантазии и стараюсь, так сказать, наполнить жизнью. Вот это самое довольно сухое описание исторического тома. В-третьих и в главных, вокруг этого будет выпускаться и уже начинает выпускаться библиотека ИРГ, История Российского Государства. Это лучшие произведения, документы и материалы по каждому периоду. И всякий, кто заинтересуется этим периодом, вовсе не обязан ограничиваться тем, что ему про это рассказываю я. Заинтересовался? Вот тебе, пожалуйста, то лучшее, что на мой взгляд здесь есть. Читай, углубляйся, составляй собственное суждение. Вот это составление собственного суждения об истории, на мой взгляд, является самым важным во всем моем проекте. К истории, как известно, относятся, во всяком случае, у нас в стране очень по-разному. Государству в разные времена все время пыталось использовать, навешивать на историю, на преподавание истории, всякие несвойственные и чуждые истории нагрузки. Например, прививание любви к существующему строю, прививание патриотизма, гордость своими предками и так далее. Это все равно, что прививать патриотизм и гордость предками, преподавая арифметику или физику. История очень важная и точная сумма знаний. И здесь не должно быть никакой лагировки, никакого сиропа, никакого фантазирования. Иначе нация будет снова и снова наступать на одни и те же грабли. Патриотизм, любовь к отечеству достигается совершенно другими средствами. Историю надо знать. Надо точно знать, почему у людей, живущих вот здесь, в нашей стране, тогда-то вот это не получилось. А тогда-то вот получилось. Надо история этой инструкции по эксплуатации собственной страны. Вот как я к этому отношусь. Поэтому, садясь писать этот труд, я решил забыть о том, что я человек либеральных взглядов, что я скорее западник, чем восточник, что у меня там есть какие-то свои собственные предубеждения, предпочтения и так далее. И читать историю, вот совершенно так сказать, с открытыми глазами, если что-то не попадает в мою картину мира, не пытаться это обойти. Естественно, вряд ли у меня это получилось в полной мере, потому что себя полностью не переделаешь, но попытка такая и есть. И те, кто читал там мой первый том, я думаю, с этим согласятся. Первый том был посвящен истории Древней Руси, от ее создания до монгольского нашествия. Второй том, который начинает продаваться в субботу, а здесь на ярмарке продается уже сегодня, описывает события так называемого периода татаро-монгольского ига, хотя эта тема мне решительно не нравится, и я согласен с теми, кто его критикует. Для того, чтобы вы получили представление о том, что такое второй том, я прочту вам фрагмент из вступления. Первый том назывался «Часть Европы», второй том называется «Часть Азии». Том «Часть Азии» описывает тот период отечественной истории, когда Руси, можно сказать, не было. Жили люди, говорившие по-русски, соблюдались русские обычаи, сохранялась русская вера, но страны не существовало, и долго не существовало, два с лишним века, с 1238 года до середины 15-го столетия. В биографии всякой страны есть главы красивые, ласкающие национальное самолюбие и некрасивые, которые хочется забыть или мифологизировать. Эпоха монгольского владычества в русской истории самая неприглядная. Это тяжелая травма исторической памяти, времена унижения, распада, потери собственной государственности, писать и читать о событиях 13-го и 15-го веков занятие поначалу весьма депрессивное. Однако постепенно настроение меняется. Процесс замуцевания ран, возрождения, волнует и завораживает. В нем есть нечто от русской сказки. Русь окропили мертвой водой, затем живой, и она воскресла, досталась из нее прежнего. Тогда романгольское завоевание принесло много бед и страданий, но в то же время оно продемонстрировало жизнеспособность страны, которая выдержала ужасные испытания и сумела создать новую государственность вместо прежней погибшей. Этот исторический период невероятно труден для пересказа, потому что события запутаны и хаотичны, а свидетельства хроник противоречены. Во ледописях много эмоционального и предвзятого, а стал ведь не вызывающего доверия. Чтение позднейших исторических сочинений не помогает разобраться, где истина и где выносил, а часто наоборот приводит в еще большее заглаждение. В отечественных описаниях обычно преувеличивается численность сил вторжения и упорства сопротивления. Чувствуется желание, словно бы, оправдать предков, не сумевших выстоять в борьбе с чужеземными захватчиками. И действительно, если воспринимать Батыева нашествие как победу чужих над нашими, получается обидно. Татаро-монгольская ига, в кавычках, была не чужеземным завоеванием, а этапом формирования российской государственности, которая обогатилась важным компонентом. Это наши воевали с нашими же. Точно так же с позиции современных британцев выглядит война нормандцев с англосаксами в XI веке. Поэтому, на мой взгляд, правильнее было бы считать потрясения ордынского периода родовыми схватками государства, в котором мы с вами живем. Да, роды были мучительны, но без них не возникла бы Россия. Татары, являющиеся у нас такой же коренной народностью, как русские, до сих пор испытывают на себе мстительность древних поговорок. Историческая память языка удивительно живуча. Незваный гость хуже татарина, говорят у нас, уже не помня, что когда-то имелись в виду разбойничьи наезды ордынских сборщиков Дании. Прискатка того же происхождения «нам, татарам, все даром» уцелела, должно быть, благодаря удачной рифмовке. Слово «татарщина» долго употреблялось в значении варварства, дикость. О домашнем беспорядке могут сказать, будто мамай прошел. Редкий случай, когда происхождение поговорки можно датировать с точностью до года, 1380-го. Ладно, язык не имеет автора. Он такой, какой сложился. Но странно читать у потомка ордынца Карамурзы историка Карамзина фразы вроде «татары не знали правил чести». Еще как знали, просто эти правила не совпадали с русскими. Да и наш язык при внимательном рассмотрении оказывается сильной примесью татарскости. Множество слов, которые мы воспринимаем как исконно русские, пришли из Орды. Деньги, башмак, аршин, алтын, сундук, казна, таможня, базар, барыш, армяк, табун. Все они перечислить. В общем, нашему взгляду на отечественную историю давно пора бы избавиться от антитатарской предвзятости. На протяжении двух с лишним веков Русь была частью азиатской державы. Собственно, мы и сегодня являемся страной в географическом смысле по преимуществу азиатской. Достаточно посмотреть в атлас, чтобы убедиться. Границы современной России совпадают скорее с контуром империи Чингисхана, нежели с Киевской Русью. Иное дело, что попав на 200 лет в зону азиатской цивилизационной модели, Русь там не осталась. Но и к европейской парадигме тоже не вернулась, а попыталась нащупать свой собственный промежуточный путь. Однако, речь об этом пойдет уже в следующем, третьем томе. Напоследок же, прежде чем вы приступите к чтению, хочу повторить слова, которыми монах Лаврентий завершил свою летопись, названную в его честь Лаврентьевской. «Где описал или переписал или не дописал, чтите, исправляя, Бога ради, а не кляните, за неже книги ветшаны а ум молот не дошел». Ну вот, значит, в субботу эта книга начнет продаваться не только на ярмарке и в магазинах в бумажном виде. Одновременно с этим она выйдет в нескольких электронных форматах, в том числе иллюстрированном, и в то же время она выйдет в аудио формате, ее читает замечательный Александр Клюквен, который читал и первый том. Еще вот, что я только хочу сказать. В прошлом году том исторический, том билетаристический вышли одновременно. В этом году по просьбе издательства я их развожу. Между ними будет три месяца. Сейчас выйдет только исторический том, а том исторических повестей про этот период выйдет примерно первого декабря. Это объясняется всякими книготорговыми причинами. Когда две книжки в похожих обложках продаются одновременно, это вызывает путаницу магазинов и книг торговцев. Больше я вас долгими речами мучить не буду, тем более, что многие из вас стоят, поэтому если у вас есть ко мне вопросы, пожалуйста, их задавайте. Так, вопрос про Эраста Фандорина, чего следовало ожидать, сейчас отвечу. Значит, приключения Эраста Фандорина, это другой мой проект, будут продолжаться, потому что я с самого начала обещал, что там будет 16 книг, а выпущено 14, будет еще две. Следующая в другом издательстве, в издательстве Захаров, должна выйти в апреле следующего года. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к критике, когда вас критикуют, ругают, обвиняют, говорят, что на вас работает куча литературных негров, но злых языков много. Как вы на это реагируете? Смотри, какая критика. Если это критические статьи в прессе, я обычно их не вижу, потому что у меня все, что про меня пишут, читает жена и дает мне только приятное. Что касается литературных негров на меня работают, я уже так давно работал, что хотел бы хоть на кого-нибудь из них посмотреть. Уже за это время я обязательно с кем-нибудь из них рассорился бы, он устроил бы скандал, что-нибудь там потребовал бы. К сожалению, такой вот я графоман. Все, что я пишу, я пишу сам, а просто потому, что я ничего другого делать не умею и не знаю, чем себя занимать в свободное время. Я бы хотела узнать, какое у вас впечатление складывается об истории нашего государства? Потому что кто-то пишет ее как историю побед, кто-то как историю случайности или предательства. Как вам кажется, что у нас больше происходит и какое впечатление? Вопрос все слышат, да? Вы знаете, я часто про это думаю, потому что по мере того, как я знакомлюсь с историей Отечества, у меня представление о вкусе российской истории меняется. Дело в том, что мы делимся, мы имеем склонность к двум крайностям. Или это значит что-то такое ура-ура, мы всех победили, или это кошмар-кошмар, трагичной нашей истории на свете нету. И вот как-то посередине что-то не очень получается. Значит, во-первых, оно посередине, побед и поражений там достаточно, но побед больше, потому что иначе мы бы не существовали тысячу с лишним лет. А кроме того, я вот именно в этом томе сделал для себя интересное открытие. Оказывается, Россия страна страна довольно удачливая. Потому что, что такое удача вообще? Удача это когда с тобой происходит что-то хорошее и что-то на самом деле не заслужил. Какой-то вот такой подарок судьбы. так вот, я в этом втором томе ордынском обнаружил сразу три подарка судьбы, которых люди, жившие тогда на Руси, совершенно не заслужили. И причем это очень сконцентрировано в одной временной точке. Если позволите, я вам про это немножко расскажу. Значит, вот мы все время крутимся вокруг того же 1380-го года Куликовской битвы, в которой Дмитрий Донской вроде бы разбил Орду. Действительно, великая победа. Но потом князь Дмитрий Иванович как-то расслабился и пропустил нашествие хана Тахтамыша, который всего два года спустя сжег Москву, уничтожил все население и привел московское государство в состояние абсолютного ничтожества. Страна стояла пустая, сожженная. Дмитрий Донской потерял всякий авторитет. От него откололись все его былые союзники и вассалы. Татары собирали огромную дань, которую они не видели уже много-много лет. И казалось, что все, московской Руси конец. Если Русь и возродится, то произойдет это не здесь, а произойдет где-нибудь в Литве, где существовала вторая альтернативная Русь, говорившая по-русски, исповедовавшая православие и никак с Москвой не связанная. То есть по всему мы с вами вот сейчас должны были бы жить в Руси, столице которой находится где-нибудь в Вильнюсе. И здесь произошло одно за другим три чуда, для которых не понадобилось совсем никакой Каликовской битвы. Во-первых, на победителя хана Тахтамыша внезапно напал еще более крупный хищник Тимур из Средней Азии и уничтожил его и стер в порошок и избавил Русь от этого паука кровопейцы. Сначала казалось, это чудо номер один. Никакой заслуги с нашей стороны не было, так сказать, один волк сожрал другого. После этого Тимур пошел на Русь и казалось, что все будет только хуже. Он шел на Русь не для того, чтобы ее завоевать, а для того, чтобы ее уничтожить. Это был жесточайший, как вы знаете, завоеватель. Всюду, где он проходил, оставались башни из отрубленных голов. Русь ему была совсем ни за чем не нужна. Ему нужно было ослабить Золотую Орду и для этого он должен был здесь оставить просто, так сказать, трупы и выжженное пепелище. У Тимура была лучшая в мире армия. Противостоять ей не мог никто. Казалось, что Русь обречена. И вдруг, уже вторгнувшись на русскую территорию, захватив Елец, Тимур ни с того ни с сего повернулся и ушел назад в своей степи, как будто его и не было никогда. Это произвело на современников ощущение чуда, это так называемое чудо Владимирской Богоматери, потому что именно в тот день, когда в Москве стало известно, что Тимур ушел, встречали икону Владимирской Богоматери на Сретенке. Вот здесь вот в Москве, потому и называется Сретенке встреча. Это было чудо номер два. Почему Тимур ушел, почему он повернул историки до сих пор? Спорят. Кажется, он получил какое-то тревожное известие из степи, для нас это сейчас совершенно неважно. Третье чудо произошло еще через четыре года. На Русь, не на Русь, на Восток шел с огромной армией великий литовский князь Витовт, для того, чтобы добить Орду, охватить Русь с двух сторон и подчинить ее своему влиянию. После этого с Витовтом справиться было бы совершенно невозможно. Русь точно стала бы литовской. И вдруг слабые, разбитые татары каким-то чудом войско Витовта разгромили. Он убрался обратно, Литва стала слабой, Орда осталась слабой и на этом фоне окрепла и возродилась Москва и сегодня она столица нашей Родины. Вот говорите после этого, что у нас неудачливая страна. Вот эти три чудо произошли в течение четырех лет. Практически с точки зрения истории в один миг, в одну минуту. Так, следующий вопрос. Это что-то долго стал говорить. Я очень прошу прощения, я опять о Фондорине на легкую тему. Вот вам, Юрий Шалович, из ваших книг о Фондорине и фильмах какой нравится больше всего? Про фильмы я давайте говорить не буду, потому что их делали это сказать живые люди, которых я хорошо знаю. Это было бы с моей стороны невежливо, если бы говорил, что какой-то фильм мне нравится больше, а какой-то меньше. Хотя так оно и есть, безусловно. Что касается книжек, но они, к сожалению, не все получились так, как мне хотелось бы. Вообще, я должен вам сказать, ни одна книжка не получается такой, как тебе хотелось бы. Она всегда чего-то не добирает. Пока этот замысел у тебя в голове, он сверкает, как алмаз. Когда ты его доносишь до бумаги за счет того, что тебе не хватает терпения и таланта, получается всегда хуже. Я книжки все свои, в том числе и фондоринские, делю по тому, сколько расплескалось по дороге. там есть книжки, которые я в руки никогда не беру, потому что, ну, я вижу, что не буду, тоже не буду про них говорить, потому что это получается как вроде там у многодетного родителя, думаю, вот это нет, вот этот ребенок у меня не получился, вы посмотрите на него, ну, не получился. Алмазная колесница! Здравствуйте! Всем привет! Здравствуйте! 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 А вы читали Алмазную колесницу? Да, наизусть, да! Какой любимый алмаз. Хорошо. Хорошо. Дмитрий Быков читал Алмазную колесницу. Ладно, я вас тоже читал, не хвастайтесь. Следующий вопрос. Пожалуйста. Меня зовут Олег, я из Подмосковья, для вас большое спасибо вам за ваш книги, за ваш труд. Вот, у меня два вопроса. Первый вопрос, в последнее время, я думаю, о такой не то же проблеме, такой вопрос меня волнует. В России каким-то парадоксальным образом, например, в 19-е веке, сложилась такая ситуация, что с одной стороны, страна рождает линии, писателей, художников, ученых, и с другой стороны, какая-то беспросветная, какой-то мрак в неких слоях общества, который, мне кажется, продолжается и по сегодняшний день. Проблема ли это? Это какая-то особенная черта наша страна, ведь это же нормальная, в многих странах такое бывает. Что вы думаете по этому поводу? А второй вопрос у меня более такой попсовый. Я прочитал вас на сайте, в живом журнале, что вы раздумываете о проекте типа «Игры престолов» Джорджа Мартина. В какой стадии находится проект и вообще правда ли это? Спасибо большое. Давайте я про второе, потому что это короче. Меня спросили, собираюсь ли я продолжать серию жанров, в которой я пишу романы из самых разных жанров, они называются по названию там «Детская книга», «Шпионский роман», еще там что-то такое. Вот. Я написал, что мне было бы интересно сочинить роман под названием «Фэнтези». У меня придуман там в голове целый мир, которого на самом деле нет, фантазийный, да? До некоторой степени похоже на «Игры престолов». Ну, черт его знает, когда у меня руки дойдут, потому что у меня сейчас полно всяких занятий, которые увлекают меня больше. Первый вопрос был про… Почему мы такие темные? Еще раз. Первый вопрос был, что страна, которая дала миру множество гениев, и с другой стороны в этой же стране некоторые сообщества, скажем так, черные, что ли, беспросветные. Как это вообще? Это парадоксальная ситуация? Это нормально. Да, нормально, по-моему. Во-первых, всякая большая страна в мире дала просто арифметически большое количество гениев. Это вот как-то так получается. Определенный процент людей не то чтобы рождается гениями, а оказывается в ситуации, в которой у него есть возможность проявить свой талант. Потому что, это еще один мой пунктик, про который я могу долго говорить, по моему глубокому убеждению, искра гения содержится в абсолютно каждом человеке, живущем на свете. Вот потенциально негениальных людей нету. Просто наша жизнь, наше общество так бестолково и бездарно устроено, что 99,9 в периоде людей проживают свою жизнь, так и не получив возможности раскрыть этот свой талант. И я оцениваю состояние вот того или иного общества, той или иной страны по тому, до какой степени оно создает, организует условия, позволяющие людям раскрывать себя, то есть прожить свою жизнь, а не жизнь, которую им навязывают и придумывают другие. Наверное, когда-нибудь в будущем так и будет. Пока, к сожалению, увы, когда кто-то состоялся, это скорее результат случайного стечения обстоятельств, а не чего-то другого. Вот на мой взгляд, это главная дистанциальная трагедия вообще вот человечества. Что касается состояния нашего общества, ну, оно, прямо скажем, меня последние месяцы совсем не радует. Вот. Вместе с тем, я, ну, очень хорошо понимаю и говорю и напоминаю себе всю ту травматическую и тяжелую историю, через которую мы прошли за последние сто лет. Я думаю, что у каждого из нас в семье, там полно трагических и страшных историй. Все это, ну, потом, конечно же, эндоктринация, потому что, ну, там, в мои времена обучение в школе общественным наукам было вполне ужасно. И человек, который не приучался, не получал в раннем возрасте прививку критического отношения вот ко всей этой брехне, которая на тебя сыпалась со всех сторон, ну, он как-то тупил мозгом. Вообще, когда, так сказать, из экранов телевизоров и отовсюду льется все время поток информации, окрашенный в один и тот же официальный цвет, это отупляет нацию. Это отучает людей думать, это отучает людей иметь собственное мнение, критически относиться к реальности, искать выходцы из ситуации, притупляет инициативу и так далее и тому подобное. Ну, так что, я думаю, что у нас сейчас просто такой, ну, что ли, период. Я надеюсь, что он долго не продлится, потому что это довольно архаичная вещь, противоречащая общему духу и движению времени. я думаю, что в этот самый морок скоро пройдет. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Снимать и задавать вопросы можно? Здравствуйте, у меня вопрос по поводу одной из современных идеологен государственных, так называемых, русский мир. Вот, учитывая ваш опыт исторических исследований, что такое русский мир в контексте того, что он противопоставлен, как бы противопоставлен или противопоставлять европейской цивилизации. Является ли это новообразование жизнеспособным и может ли оно на самом деле противопоставляться? Европа ли мы? Так, ну вот, насчет сочетания двух слов новообразование и жизнеспособное лучше вместе не ставить. Новообразование это что-то онкологическое, это не надо так относиться к русскому миру. Значит, и все зависит от терминологии, что человек имеет в виду, говоря о русском мире. Если он имеет в виду возрождение империи, которое подавляет соседей, ничего хорошего в этом нет. Если под русским миром имеется в виду мир русской культуры, с именами, которые всем нам дороги, то это одно, на мой взгляд, из самых ценных, что ли, достижений человечества, если говорить о классической литературе, о музыке, о мысли. Я в этом смысле вполне себе русский империалист, потому что мне хотелось бы, чтобы именно эта часть России распространялась по всему миру и завоевывала как можно больше подданных. При этом я очень хорошо отношусь к европейскому миру, к миру европейской культуры, к азиатскому миру, к китайскому миру. Я не очень понимаю, почему они должны толкаться локтями и давить друг друга. Чем у тебя больше доступа к большему количеству миров, тем ты богаче, тем ты многообразнее. Мне, например, очень повезло, что я с юного возраста начал заниматься Японией, не потому, что я там научился говорить по-японски и узнал там много, может быть, не очень нужной информации, а потому, что я в юном возрасте научился у японцев тому, чему меня вот наша, в общем, западная цивилизация не обучила. Тому, что в жизни как важнее, чем зачем. Западная цивилизация, она очень целеустремлена, она ставит перед собой цель, и человек, в общем, бежит за этой морковкой, и горизонт все время отодвигается. А когда Ланненкен догнал и сожрал эту морковку, он чувствует опустошенность, если ему повезло. На самом деле, дальневосточное отношение к жизни иное. важно даже не то, что ты делаешь, а до какой степени ты это делаешь искренне, самоотдачей, серьезно. И всякое занятие при этом, даже может быть не очень важное, воспринимается как путь. Путь с большой буквы. Дао, да? Вот. И как-то, если ты, допустим, к своей работе, к своему занятию относишься как-то так, вроде ты уже себя не уважаешь и живешь ты неправильно и перестаешь понимать, зачем. В общем, это такая вот базовая вещь, которой западной цивилизации не хватает. В то же время есть вещи замечательные там в западной цивилизации, которых не хватает Востоку и не хватает Японии. Об этом тоже можно много говорить. Да, пожалуйста. А вы любите Акутагаву? Акутагаву я люблю. А что же? Ну, наверное, все-таки я не буду оригинален и скажу, что навелла в чаще мне больше всего нравится. Акутагаву я люблю. Акутагаву я люблю. Акутагаву я люблю. Ну, она слишком страшная и депрессивная. Пожалуй, нет. Акутагаву же очень страшный писатель, да, с очень с таким суицидальным драйвом. Вы знаете, Дим, какой он оставил предсмертное стихотворение, да? Перед тем, как покончить с собой. Дрогнула ветка, с нее упала мартышка. Таким писателем быть не хочется. до какого времени я собираюсь писать историю России? Пока я собираюсь писать историю России до 1917 года. И дальше я думаю, что я, ну, по всем случае, не готов двигаться дальше. Потому что, если говорить применительно к моему, ну, в общем, такому вольному сочинению в, что ли, в терминологии метода, то главный мой метод это все-таки такая, ну, что ли, отстраненность. Я стараюсь писать историю не эмоционально, потому что эмоции хороши в художественной литературе, а не здесь. В то же время я чувствую, что про события последних ста лет в отечественной истории я не эмоционально писать не смогу, потому что это проходит уже через историю, так сказать, живой, непосредственной памяти наших семей. Ты сразу начинаешь там вспоминать, что было у тебя с бабушкой, с дедушкой, с родителями и так далее и тому подобное. Я, например, наверное, не смогу объективно и хладнокровно писать про Иосифа Сталина. Вот совсем не смогу. А если не смогу, то нечего и браться. Дело в том, что у меня есть намерение и не знаю, справлюсь я или с ним, с ним или нет, написать историю последних ста лет языком художественной литературы. Я вот опубликовал первый серьезный, в смысле не развлекательный в своей жизни роман «Аристономия». И я собираюсь продолжать эту линию, постепенно рассказывая историю последних ста лет на примере семейного фотоальбома. Вот, я не знаю, у вас, наверное, тоже есть дома такой вот какой-нибудь пухлый альбом в бархатном, там, с какой-нибудь розой или с чем-нибудь таким, и там фотографии каких-то людей, некоторых из них вы знаете, это бабушки, дедушки, какие-то люди, имена которых забылись, никто вам не скажет, кто они такие, что с ними произошло. Меня всегда завораживают эти снимки, мне очень хочется знать, что там с кем произошло. Вот, например, видишь фотографию там каких-нибудь выпускников там реального училища или гимназии времен Первой мировой войны, смотришь в эти лица и думаешь, господи, что же вот с тобой потом произошло, а с тобой что произошло, и очень редко ты что-то про это узнаешь. Мне хочется провести вот эту вот что ли реконструкцию, воссоздать вот целый такой мир, раскрывающийся из фотоальбома одной семьи за последние сто лет. Хотя это нас уже далеко выводит от проекта ИРГ. Так, пожалуйста. Второй том после аристономии он связан героями, но он не связан темой, он совсем про другое. Он не про аристономию, он про другую проблематику, которая меня очень сильно занимает. Но структура там будет такая же, там будет часть эссеистическая, не художественная и часть сюжетная. Когда я планирую выпустить, дело в том, что в отличие я человек планового хозяйства, я сформировался в процессуализме и мыслил категориями пятилеток, но я очень четко разделяю два вида литературной деятельности, билетристическую и не билетристическую. билетристика это вещь архитектурная, планируемая, там все делается у меня по плану, все делается очень технологично. Что касается серьезных романов, пока я написал только один, там я ничего не планирую, я себя не подгоняю, если я чувствую, что мне надо остановиться, я его откладываю, он может лежать и год и два, то есть я не могу сказать, вот как пойдет, если вдруг захочется, у меня написано уже наполовину, а потом я почувствую, что нет, мне надо остановиться, ну пусть лежит, значит, что-то должно во мне дорасти, созреть, поумнеть, не знаю.